Сид Рот Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это Сверхъестественное. Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость Джон Уилл в возрасте шести лет пережил то, что не должен переживать вообще никто. Расскажи, что там произошло. Шесть лет я жил с мамой и ее семьей в доме в Чикаго. Они купили волшебную доску, и хотя ее используют для того, чтобы вызывать мертвых, она продавалась просто как настольная игра. Они купили ее, наивно полагая, что это просто игра. Однажды моя мама и тетя играли в нее. Я не играл, но я всегда находился рядом и наблюдал. Однажды на доске что-то начало двигаться. Считается, что дух умершего человека общается через эту доску. Люди общаются с ним с помощью доски. По сути, это вызывание духов умерших. Ну а на самом деле, это общение с бесами, о чем говорит нам Библия. Это почти как медиум. Похоже. Практически то же самое. Да, они кладут руки на стрелку, и она перемещается на различные буквы, оставляя таким образом слова и различные символы. И в тот вечер они увидели что-то на доске, что напрямую касалось моей матери. Она двигала и прочитала «Я ненавижу тебя». Она удивилась. Доска показала фразу «Я тебя ненавижу». И мама задала вопрос. Она спросила «Когда же я умру?» Через 10 лет появился ответ. Доска показала в ближайшие 10 лет, и это напугало ее до смерти. Да, могу себе представить, как это напугало ее. Потом вопросы задавала моя тетя. Они получали много ответов с матерными словами. Это было на самом деле отвратительно. Они действительно матерились, материли всех людей. Получается, ты рос в мрачной атмосфере. Расскажи, что ты увидел, когда зашел после этого в ванную комнату. Это была не ванная комната, где стояла стиральная машина. Я решил, прежде чем зайти, включить свет, ведь я был совсем мал, и было страшно. Я увидел в темноте силуэт человека. Я подумал, может, это кто-то из своих. Но когда я прикоснулся, силуэт отвернулся и начал удаляться. И затем он скрылся. Интересно, что сначала я не был напуган. Я просто был удивлен. Мне не верилось, что все это по-настоящему. Но когда он ушел, меня охватил ужас. Я побежал к тете, и все ей рассказал. Она сказала, что тоже видела его. То есть его в нашем доме видели постоянно. Кстати, как насчет твоей матери? Она прожила следующие 10 лет в страхе, не так ли? Да, безусловно. Ее это беспокоило и расстраивало. В тот момент ей было 26 лет. Перед тем, как ей исполнилось 36, она начала говорить со мной о том, что когда ее не станет, чтобы я позаботился о своем младшем брате. Я начал усиленно молиться за нее. Я сказал, Господь, пожалуйста, не позволь моей маме умереть. И слава Богу, она прожила еще 27 лет после этого. В последнее время выпускают столько фильмов о привидениях. А они что, реально существуют? Нет. В послании к евреям сказано, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Поэтому после смерти нет продления, когда мертвый человек остается на земле. Человек направляется либо на небеса, либо в ад. Поэтому все эти привидения – это на самом деле демоны. Если вы видите свою мертвую бабушку, это не ваша бабушка, это демон. Итак, вполне понятно, что тебя заинтересовала вся эта демоническая активность в вашем доме. Я понимаю. О, да. Скажи, как именно демоны получают доступ в нашу жизнь? Ведь не просто же так это происходит. Это происходит либо в конкретный момент принятия, либо при пережитой травме, либо породу. Если посмотреть на родословную человека, там могут быть случаи, когда люди посвящали себя демонам, посвящали себя сатане, и поэтому бесы имеют право влиять на род этого человека. А принять это, когда люди сами приглашают дьявола в свою жизнь. Также если человек пережил психологическую травму во время трагедии. Во время этой трагедии демоны могут иметь доступ к нему. Говоря о точке доступа, расскажи, что может привлечь демонов. Как, к примеру, темнота в твоем шкафу, когда ты был маленьким и очень испугался. О, да. Так расскажи об этом. Это было время, когда я пытался понять, кто же я. Я знал, что имею пророческий дар, но не знал, как его использовать. Моя семья не была особо активной в церкви, и они не могли мне помочь с тем, как использовать свой дар. В школьной библиотеке я набрал книг о психокинезе, о паранормальных явлениях и тому подобном. Я читал эти книги и хранил их в своем шкафу для вещей. Кстати, странным было то, что в моей комнате всегда было очень жарко, а в том шкафу всегда было холодно. Когда у нас появился маленький пес, он очень странно реагировал на эту дверь и на этот шкаф в целом. Я понимал, что с этим шкафом вообще что-то не так. Когда я приносил свою собаку или выгуливал ее, она очень странно смотрела на него, а потом просто убегала. Пес знал лучше тебя. Точно. Да, верно. Итак, в чем же там было дело? Там обитал злой дух. Один служитель в колледже сказал мне, я вижу книги, которые буквально являются порталами для бесов. Ты должен срочно от них избавиться. Как только я приехал домой, я сжег книги. Климат в комнате тут же изменился. В шкафу больше не было холодно. Все стало отлично. Атмосфера полностью нормализовалась. Люди не осознают, что такие книги, как, к примеру, «Новый век», книги о колдовстве, привлекают бесов в их жизнь. И многие не осознают, что есть украшения, привлекающие бесов. Можешь привести такой пример? Одна семья купила мою книгу, и через неделю после этого они купили украшения, поносив которые, жена этого человека начала сильно болеть. Она начала видеть образы в их доме, она не могла спать по ночам, и они вспомнили шестую и седьмую главы моей книги, в которых я говорю о том, что нужно избавиться от подобных объектов в вашем доме. Они восприняли это как инструкцию и избавились от этого украшения. И все в их жизни нормализовалось. Я был так рад услышать от них это свидетельство. А какие именно украшения, помимо тех, что покупали те люди, привлекают бесов? Это могут быть разные украшения с символами. Мы думаем, что это банальные символы, но они являются точками доступа для бесов. Мы не знаем, кто их делал. И вообще верили они в Бога. У этих украшений разное происхождение. И бывает, что к ним прикреплены бесы. Как ты узнал, что на тебе мощное помазание для освобождения людей от демонического влияния? Каким образом это произошло? Это удивительная история. У нас в церкви была Мэри Бакстер. Когда она ехала с нами в машине, она спросила меня и мою супругу, хотим ли мы получить силу, чтобы видеть то, что видит она. Она видела ад. И моя жена сказала, «Нет уж, спасибо, но этого я не хочу». Тогда она возложила руку на меня и передала мне свой дар. Она сказала, «Даю тебе то же, что имею я». На следующий день я был в своей церкви, и в конце проповеди я очень хотел молиться за освобождение. Когда я начал это делать, проявления начались у каждого человека в церкви. Я не преувеличиваю. Даже лидеры падали на пол. Я никогда раньше такого не видел. Это потому, что ты особенный, или каждый верующий, входит в такой власти от Бога. Иисус сказал в Писании, что верующих будут сопровождать знамения, и одно из них — они будут изгонять бесов. Любой верующий может изгонять бесов. Для этого не нужно быть пророком, апостолом, особым сложителем. Это знамение для всех, верующих в Мессию. Да, но скажу тебе по секрету. Большинство христиан боятся дьявола, а должно ведь все быть наоборот. Да, враг поражен. Луки 10, 19. «Вот даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». В другом переводе говорится, что нам дана власть разрушать силу сатаны. Мы должны в это верить, провозглашать эту власть над ним, приказывать ему убраться. Дьявол — пораженный враг. Он под нашими ногами. Он поражен чудесной работой Иисуса Христа на кресте. И вы знаете, понимать эту сферу освобождения крайне важно для вас. Мы не ставим на это ударение, но это часть того, что нам даровано. Потому что вскоре миллионы молодых людей придут к Господу. Мы увидим величайшее движение Божье в истории. Да, аллилуйя. Когда я пришел к Богу, чем только не был наполнен мой разум, и они, придя к Господу, будут нуждаться в помощи, чтобы пришла свобода от того, что их порабощало, для этого им не нужно будет обращаться к какому-то особому служителю освобождения. Это знамение для всех верующих, и это присутствие Божие, которое на тебе. Просто приводят дьявола в бешенство. Это же помазание есть как на твоем учении, так и на всех твоих книгах. Вы должны во всем этом разобраться, потому что в случае чего вы не должны посередине ночи бежать к какому-то служителю, стучать в дверь и просить помощи. Вы сами можете разобраться с врагом, а все потому, что Бог дал вам власть. Она в вас. Иисус в вас так же силен, как Иисус во мне, и как Иисус в Джоне. О да. Аллилуйя. Ты сказал одну очень интересную вещь. Ты сказал, что мы должны обнаружить сильнейшего и изгнать прежде всего его, а не прочую мелочь. Объясни, пожалуйста. Это так увлекательно, что именно мы должны делать. Марка 3, 27. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Мы должны охотиться на сильнейшего. Иисус изгнал целый легион бесов, потому что зачастую мы в пустую тратим время, сражаясь с мелкими бесами. Если в человеке тысяча бесов, представьте, сколько это займет времени. Всей жизни не хватит, чтобы полностью освободить такого человека. Но если мы изгоним главного демона, это похоже на аналогию с гириной цепи. Вырвав эту цепь, вы избавитесь так же и от всех прилагающихся проблем. Когда мы изгоняем главного, все остальные бесы тоже уйдут. И тогда освобождение будет эффективным и полным. То, чему Бог учил его шаг за шагом, он поместил в свое учение, в свои книги. Ты рассказывал мне, что когда ты писал книгу, ты ощущал мощное сопротивление. Знаете, почему было такое сопротивление? Потому что дьявол знал, что когда вы это прочтете, когда вы услышите это учение, вы будете такими же, каким был Иисус, когда изгонял бесов из одержимых. Джон будет молиться, чтобы духи страха, болезни и неудачи оставили вас. Поэтому не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. «Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Когда за тебя помолилась Мэри Бакстер, ты получил особый дар. И когда ты молился за освобождение людей на собраниях, бывало так, что практически каждый присутствующий в этой общине получал освобождение? Да, такое происходило в моей жизни дважды. Это было удивительно. Я не возлагал руки, я просто провозгласил освобождение, и люди падали на пол, проявляя бесов. Лидеры, которые помогали, тоже при этом падали на пол. Люди знают, что у них БСМ? Думаю, кто-то знает, а кто-то нет. Однажды я вел занятие по освобождению. Ко мне подошла женщина из моей церкви и сказала, «Мне не нужно занятие по освобождению. Во мне всего один бес». Я сказал, «Один — это уже слишком много. Вам не нужен этот один бес. А расскажи, что произошло с женщиной, которая просто прочла вступление к твоей книге». Это было удивительно. Она пришла в нашу церковь, купила книгу, потом пошла домой, прочитала вступление и первую главу. Она написала мне в фейсбуке, что получила полное освобождение, просто прочитав эти две главы. А вот так все просто происходит. Дьявол явно не хотел, чтобы ты написал эту книгу. Эта книга освобождает. Ты ощущал Божью славу, когда писал ее? Безусловно. И эта слава была более чем очевидна посреди сопротивления. Я верю, что когда мы сталкиваемся с сопротивлением, Бог особенно с нами в этот момент. И мы не должны сдаваться, но продолжать эти вперед. Так много людей опускают руки перед лицом сопротивления, а нужно еще больше продвигаться вперед. Давид побежал на Голиафа. Он не убегал от Голиафа. Это мы должны нагнать дьявола, чтобы он убежал, поджав хвост. Ты знаешь, я лично верю, что когда дьявол убедится, что ты не собираешься сдаваться, он пойдет искать кого-то еще. Да, я в этом убежден. Дьявол не сражается слишком долго. Он отступает. Да, аминь. Ты много учишь тому, как нам защитить наш елей помазания Духа Святого. Объясни, пожалуйста, что значит защитить елей помазания Духа Святого? Одно из определений помазания — это эффективность. Дьявол хочет остановить нашу эффективность любым способом. Поэтому мы должны охранять наш елей помазания, чтобы не раскрыть ему секрет нашей эффективности. Бывает помазание на прорыв, на исцеление. Как только дьявол о нем узнает, он начинает строить против вас козни. Поэтому не нужно рассказывать о своем помазании. Не нужно врагу знать ваши стратегии. Бог открыл вам это, чтобы вы разрушали царство тьмы. Поэтому я верю, что Бог дает нам елей, благодаря которому мы становимся эффективными. А дьявол в этом не заинтересован. Ты утверждаешь, что каждый верующий имеет право на божественное здоровье. Абсолютно каждый. Да? Объясни. Я изучал историю людей, получивших исцеление, и увидел, что те, кто провозглашал исцеление, исцелялся. Они не просто просили исцеления. Вспомните сотника. Он сказал Иисусу, «Только скажи слово и исцелится слугамой». Так и произошло. Затем женщина, страдающая кровотечением. Она сказала себе, «Если только прикоснусь к одежде его, а выздоровею». Она так и сделала и исцелилась. И даже слепой в Артемии, когда он возвал к Иисусу, «Сын Давидов, помилуй меня». Он получил то, что провозгласил. Я лично понял, что мы должны делать это верой. Книга Иова, 22 глава, 28 стих. Говорит, «Положишь намерение, и оно состоится у тебя». Исцеление — это хлеб детям. Это обещание Божие. Поэтому мы должны с верой повелевать этому произойти. И исцеление начнет проявляться в нашем теле. Как я уже говорил, Джон Уилл, пророк, ты получил слово от Бога, которое, я считаю, ты должен объявить во всеуслышание. Это пророческое слово. Говорит о новом сезоне и о новом уровне. Ты можешь провозгласить и объяснить это слово сейчас, глядя в камеру. Я хочу сейчас в молитве провозгласить и высвободить следующее слово. Это ваше время обновления, обновления вашей молитвенной жизни, вашего поклонения. Бог желает делать в вас что-то новое. Он желает благословить вас и перепрошить вас, чтобы все старое ушло. И во имя Иисуса я провозглашаю, что это время нового уровня для вас. Новый уровень в ваших финансах, в вашем здоровье, в вашем служении, в вашем призвании. Я провозглашаю, что вы сверхъестественно переходите на новый уровень прямо сейчас во имя Иисуса. Вы готовы? Бог поднимает вас на новый уровень. Он повышает ваш уровень откровения и призвания. Это обновление приходит к вам прямо сейчас во имя Иисуса. Не знаю, как вы, друзья, но я лично ощутил Божие пребывание во время этой молитвы. Ну а сейчас я попрошу тебя помолиться против духа страха, неудачи и болезни. Отец Бог, я предстаю пред тобой, чтобы молиться сначала против духа неудачи. Этот дух связан с духом страха. Люди боятся провала, боятся неудачи. И прямо сейчас я выступаю против духа страха и неудачи. Во имя Иисуса я провозглашаю, что этот дух не станет больше вас удерживать, потому что Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и здравого смысла. Я выступаю против страха, пытающегося остановить ваше предназначение. Вас ждет успех, но вам нужно довериться Богу, как никогда. Дух страха не имеет над вами власти. Он не сможет вас удержать. Мы разрушаем силу страха во имя Иисуса. Вы будете делать то, к чему призывал вас Бог, в могущественное имя Иисуса. Болезнь больше не будет иметь над вами власть. Я провозглашаю исцеление. Всякий, кто слышит меня сейчас, вставайте и начинайте снова ходить. Ваше зрение станет стопроцентным. Я иду против артрита и сердечных болезней. Вы исцелены. Вы здоровы во имя Иисуса, потому что Бог желает видеть вас здоровыми. Знаете, когда Джон молился против артрита, я видел людей, у которых болят пальцы, когда они их сгибают. Вы знаете, о чем я. И теперь вы исцелены во имя Иисуса. Вот что сказал Иисус на языке греческого оригинала. «Сия есть жизнь вечная, чтобы вы познали меня на собственном опыте». Недостаточно просто повторить за пастором молитву, а потом жить, как живет этот мир. Я хочу, чтобы вы имели личный опыт с Богом. Я хочу, чтобы вы помолились и попросили Бога простить ваши грехи, чтобы Иисус жил внутри вас, мог обитать в вас. И тогда вы сможете ходить и переживать Бога на личном уровне, как никогда ранее. Повторите за мной очень важные слова. Говорите это вслух. Прошу всех повторять за мною. Дорогой Бог, я грешник, и я стыжусь этого. Прошу, прости меня. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня от всякого греха. И теперь я чист. Как же это прекрасно, быть чистым. И теперь, когда я чист, Иисус, прошу Тебя войти и жить внутри меня. Я прошу Тебя быть моим Господом. Я прошу Тебя быть моим Спасителем. Я люблю Тебя, Боже. Я молюсь о том, чтобы я мог познать Тебя на личном опыте. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Жермен Фрэнсис. Я Ребега Фрэнсис, и вскоре нас накроет пророческая Божья река. Мы хотим снарядить вас для этого. В следующей программе «Это сверхъестественно» мы активируем вас в пророческом служении. Не пропустите. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении «Всемирного молитвенного сообщества» вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.